Здравствуйте! Вы знаете, наша система правоохранительная, она может встать на сторону людей не очень порядочных. По разным причинам. Потому что они знают, как эта система работает. Им дают кто-то советы, может быть они бывшие сотрудники органов или у них родственники в органах работают. Может быть и коррупционная составляющая тоже. Тем самым эта система правоохранительная, вставая на сторону не очень честных людей, дает им некое разрешение действовать так дальше. Но если все хорошо выходит, если деньги зарабатываются таким образом. Я вам хочу сейчас рассказать историю про некого предпринимателя. Солнцов Константин Аркадьевич. Он торгует лесом. Допустим, вы захотели бы дом построить, вам нужен лес. Вот вы можете по Авито или где-то может вам кто-то посоветует Солнцова найти его. Заплатить ему деньги, 100% предоплаты. И вот только есть один нюанс. Лес вы, скорее всего, не увидите. Перевели деньги на счет, который указал нам Константин. А это был счет Некрасова Юрия. Вот. Вот. Ну и ждем. Неделя, 10 дней прошло. Вот. Не леса, ничего. Я начинаю звонить, писать. Я говорю, Константин, где лес? Вот. Машина пока не загрузилась. Там еще чего-то. И начались вот эти отговорки какие-то непонятные. То, значит, у него бригадир заболел, потом второй заболел, третьего куда-то забрали, еще что-то происходит. Вот. Я начинаю понимать, что что-то не то. Прошу его выслать мне хотя бы какие-то документы. Соответственно, если он заказывал какой-то либо пиломатериал, у него должны быть какие-то ордера, ну еще что-то. На покупку окон, какие-то документы. Ну все, что-то должно быть. Ну и, соответственно, он мне ничего не предоставляет. Абсолютно ничего. И политика МВД тут удивляет, видя, что это из раза в раз происходит, да, что эта схема взять деньги, а потом найти какую-то причину, почему он не мог поставить этот лес. И, в общем-то, наверное, можно предположить хотя бы, да, что это есть некий умысел преступный, да, и можно расследовать. МВД как-то вот не торопится. А когда люди, ну уже потеряв всю какую-то надежду, да, пытаются сами решить этот вопрос, тут вот система-то, наша правоохранительная, встает на сторону Сумцова. Вот случай из Адыгеи. В Чаучерском районном суде республики Адыгея слушается сейчас дело по обвинению Селиверстова Алексея Валентиновича. И еще с ним идут люди тоже по этому делу. Их обвиняют. Там несколько статей. Но самое серьезное, это похищение человека. Как раз вот этого вот Сумцова. Он им тоже пообещал поставить лес, взял деньги, там где-то около 500 тысяч, но лес так и не поставил. Они решили с ним поговорить. Сумцов, недолго думая, в полицию обратился. Полиция завела дело, и вот похищение человека. Вот похищение человека. Это серьезное преступление против личности. При расследовании уголовного дела прослеживался явно обвинительный уклон. Органами предварительного следствия игнорировались доказательства защиты, а также обстоятельства, подлежащие доказыванию. Также были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Многие доказательства собраны с нарушением закона, что влечет признание их недопустимыми. Если посмотреть на всю фактуру дела, которое там есть, это фантазии какие-то. Не в установленном времени, в установленном месте. Непонятно, какие роли-то вот эти так называемые похитители выполняли. Для такого серьезного обвинения, как похищение человека, да еще там угроза жизни. Потому что Сумцов так и написал, что я боялся за свою жизнь. Пули свистели над моей головой, опасности подстерегали его на каждом шагу. Человек с такой фантазией может много чего наговорить. Только следствие должно было все это проверить и должно доказать это было все. Но вот эти вот формулировки, непонятно где, непонятно кто, непонятно что сделал. И похищение. Не доказательство, что его похитили, не доказательство, что его перевозили. Есть доказательство о том, что когда куда-то они приехали, изначально к заказчику, вот этого сруба, который пострадал финансово от действия Сумцова. Сумцов ходил, гулял по улицам. Есть свидетельские показания о том, звонил своим родственникам, не удерживался нигде. Заходил, приходил. То есть все признаки того, что похищения здесь абсолютно нет. Похищение человека, там должна быть фактура чуть другая. Может быть следователю, я могу понять, ему не интересно самоуправство. Ему интересно похищение. Вот похищение, когда там похитили, лишили свободы, жизни угрожали. Это уже посерьезнее. Это же и звезду можно получить, галку поставить. В портфолио следователей будет расследование похищения человека, группы лиц. Так что это, конечно, серьезно для будущей карьеры. Но тут же судьба человека. Это не какие-то закоренелые преступники. Селиверсов, он бывший боевой пловец, был в горячих точках, отстаивая интересы государства. Он храмы строит, он благотворительностью занимается. Это не закоренелый преступник, который людей похищает и этим зарабатывает. Он зарабатывает тем, что строит дома. Вот то, что он может защитить, это всегда в нем ощущалось. Но то, что он может кого-то обидеть, это не о нем. Это совершенно не о нем. Алексей Валентиновичу не присущ был никогда. Не наблюдала я за ним такого, чтобы он умышленно кому-то хотел причинить вред. Ну не было такого. Хотя знаю этого человека с 1977 года. В этом уголовном деле, знаете, все, во-первых, построено на показаниях Солнцова. А личность Солнцова, она мягко выражаясь, ну сомнительно, это мягко выражаясь. В процессе работы и защиты сельверства выяснилось, что таких, как мой подзащитный, у Солнцова порядка 10 человек. Он тоже таким же способом, по такой же схеме берет денег, обещает поставить какую-то продукцию. И, соответственно, пропадает. Не возвращает ни денег, не предоставляет продукцию. Есть, однако, в Хирове уголовное дело, которое на Солнцова завели. Там сумму около 2 миллионов он взял и не вернул. Как работает следствие, тоже мне непонятно. То есть, человек подозреваемый в уголовном деле, а значит, а мне... И он как бы туда по желанию ходит, что ли. То есть, он раз пришел, она ему назначает дату очной ставки, он на ней не является, что-то он там не может, здесь не может, там не может, тут не может. Ну, то есть, как-то очень странно это все происходит. Очень медленно все движется, а человек этот невероятно опасен для общества, я считаю. Мы будем формировать какие-то жалобы. Значит, эту работу мы будем... Ну, то есть, я не остановлюсь ни на секунду. Вернемся в Чаучерский суд. Прямо в это время там идут судебные заседания по обвинению от людей в похищении. Ну, что такое вообще похищение? Да, это когда там в багажник человека наручниками к батарее не выпускают. А тут он супруге, Сунцов я имею в виду, во время так называемого похищения супруге звонил. В том месте, где они были, он спокойно передвигался и спокойно поехал домой. Его никто не лишал свободы. Как он написал там, как написано, что он боялся за свою жизнь. Обвинение строится только лишь на показаниях самого потерпевшего. С учетом его коммерческой деятельности, псевдокоммерческой деятельности. Все понимают, что это просто мошенничество. Банально это, понимают, что давая те показания, которые дал в уголовном деле, он просто уходит от ответственности. Есть большая вероятность, что Сунцов избежит наказания. У него сейчас очень много судебных решений, удовлетворенных исков в отношении Сунцова достаточно. Но что с него брать? Понимаете, люди, когда идут на такое, они знают, чем это может закончиться. Всякими исками. И имущество все оформляют на кого-то, на других. Все, что есть у Сунцова, это вот этот замечательный трехэтажный домик. Построенный, конечно, на честно заработанные деньги. Но забрать его в счет долгов нельзя. Это единственное жилье. Скорее всего, есть и другие домики. Но Сунцов знает закон. И, скорее всего, оформлены они будут на других людей. Я даже не удивлюсь, если прямо сейчас, в этот момент, вот если вы хотите построить дом какой-нибудь, да, и ищете у кого купить лес, купить, у кого кругляк купить, вы даже сейчас можете где-нибудь на Авито нарваться на объявление Константина Аркадьевича Сунцова. Попросит у вас деньги, вы их заплатите. Но в ответ будут только обещания, 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 обещания. Схема рабочая. Заработать можно. И, судя по всему, как работает наша правоохранительная система, можно избежать наказания. А накажут кого-то другого. Вот, к примеру, Селиверстова Алексея Валентиновича. Мы от своей редакции, конечно, напишем запросы в соответствующие органы. Нам уже ответили из прокуратуры, у чешского района. Ну вот, они сказали, что суд во всем разберется. Это как бы не их дело. Ну хорошо, мы все понимаем. Никому связываться неохота. Сейчас пойдут отписки. Мы еще напишем в Центральное МВД и в Генеральную прокуратуру, напишем, потому что система все-таки должна защищать не подобных персонажей, как Константин Аркадьевич, а людей, которые все-таки соблюдают закон и которые, допустим, в нашей ситуации просто хотели дом построить, кому-то дом строили. Но попали. Кто-то на деньги попал. А тут кто-то вообще за похищение может скоро сесть на длительный срок. Мы данную ситуацию взяли на контроль. Это первое видео будет еще, как говорится, продолжение следует. Потому что происходящее, оно, по нашему мнению, несправедливо. И с этим нужно что-то делать. До свидания.